Медийная внешность, грамотная речь и любовь к искусству. Только соответствуя этим критериям, участники смогли пройти финал конкурса главного музея республики. Стать виртуальным гидом смогут только трое из 15 конкурсантов. После отборочного тура девушек и юношей ждет звука и видеозапись в студии, работа с режиссерами-постановщиками и дизайнерами. Дело затратное, но организаторы деньги нашли в Москве. Методист музея Анастасия Фалис-Готлиб стала обладательницей гранта благотворительного фонда Виктора Потанина. Мы ищем людей в определенной соответствующей эпохе. Это и художественный взгляд будет, и режиссерская, наверное, какая-то своя работа. В идеале мы ищем однозначно. Девушка должна быть, например, коренной национальности, молодой человек, неизвестный параметр, это пока он обязательно у нас должен быть. Однако главным критерием станет все же знание одного или нескольких иностранных языков, уровень свободноговорящий. Оплата за должность интернет-экскурсовода, не предусмотрена. Однако участников это никак не огорчает. Представлять республиканский музей на весь мир дороже материального вознаграждения. Поэтому конкурсанты в ход пустили все умения и таланты, чтобы победить. Светлана, например, считает, что ей поможет образование, а на историк им красивая внешность. Любой проект, связанный с историей, для меня интересен. Плюс к тому же, когда я училась на историческом факультете, проходила практику здесь. Мне здесь очень понравилось, и еще раз посотрудничать стало для меня очень приятным. Думаю, что я буду неплохим лицом в музее, достойным. Я выбрал, ну то есть мне выпало в такой жеребии рассказывать о скульптуре Микланджело Боонаротти, скорчившийся мальчик. И я подготовил презентацию на английском языке. Let's just imagine. This sculpture is a part of the Italian Hermitage. This is only one Russian copy presented here. Гиды определятся в первой декаде февраля. В этом же месяце можно будет увидеть виртуального экскурсовода на сайте музея в костюме, соответствующем стилистике зала. Например, если это дворянское гнездо, то встречать онлайн-пользователей будет девушка в платье эпохи рококо или юноша в цилиндре и во фраке. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Фокасси.